МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О новостях в Донской столице расскажут корреспонденты Южный регион Инфо и я, Алина Николаева. Вначале коротко о главных темах выпуска. Машины чистые, но бизнес незаконный. Ростовчане добились закрытия автомойки. Вон на тротуар посмотрите, все течет по тротуару. Через дорогу детский сад, за углом школа. Люди не могут по этой стороне ходить по тротуару. На голосование строем. Почти 25 тысяч военнослужащих Южного военного округа примут участие в выборах. Одной из особенностей предстоящих выборов является отмена на территории области института открепительных удостоверений, как это использовалось во время федеральных выборов, на региональных и местных выборах, а также введение вместо него института досрочного голосования. Первые договоренности о съемках, победители конкурсной программы и итоги спортивных состязаний. В Ростове завершился первый международный фестиваль «Бридж оф артс». Фильмы мотивационные, они заставляют человека о чем-то задуматься. Но в основном людям многим нравится. Верноохранная прокуратура встала на сторону ростовчан, которые воюют с владельцами автомойки на Кривошлыковском 42А. Эту историю мы рассказывали в феврале в программе «Городская среда». Один находчивый предприниматель организовал свой бизнес в постройке, которая по документам числится как гараж. Жители ближайших домов такому соседству оказались не рады и в течение двух лет самостоятельно изучали законодательство. После обращения к уполномоченному по правам человека пришло письмо. В нем объяснялась, санитарная зона автомойки должна составлять минимум 50 метров. Мне это надо. У меня мать, инвалид первой группы, шейка бедра сломана. На коляске я ее в том году не мог вывезти на улицу ни разу, потому что они открывают эти ворота, с них летит вся эта гадость. Вон на тротуар, посмотрите, все течет по тротуару. Через дорогу детский сад, за углом школа. Люди не могут по этой стороне ходить по тротуару. Не удовлетворила работа этого сервиса и специалистов водоканала. В то, что отходы идут в общую бытовую канализацию, они сначала не верили, а увидев это собственными глазами, просто развели руками. Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура провела свою проверку. Специалисты установили, что автомойка находится на земельном участке, не отведенном для этих целей. Более того, бизнес организован без получения на это необходимых разрешений и существенным нарушением градостроительных норм, а также прав и законных интересов собственника соседнего домовладения. С целью исправить ситуацию, природоохранная прокуратура города направила иск к собственнику участка. Пролетарский районный суд требования полностью удовлетворил. Автомойку решено закрыть. Далее в нашей программе новости экономики. Передаю слово Нине Приходько. Мы продолжаем говорить об экономической ситуации в стране и о том, что происходит на валютном рынке. К нам присоединяется наш финансовый эксперт Артем Хачтырян. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Что вы думаете по поводу будущего банков группы «Лайф»? Как сейчас у них обстоят дела? Проблемы банков, входящих в группу «Лайф» из-за отзыва лицензии у «Про-бизнес-банка» проистекают из того, что все они использовали головной банк как расчетный центр и, следовательно, держали в нем свои корреспондентские счета. После отзыва лицензии доступ к ним был заблокирован, и банки группы «Лайф» столкнулись с двумя негативными факторами – отсутствием мгновенной ликвидности для ведения операционной деятельности и наплывом вкладчиков, которые хотят изъять свои собственные средства. В сумме эти два фактора вполне могли привести к серьезным последствиям, поэтому Центральный банк РФ принял решение на период работы Временной администрации поддержать их предоставлением ликвидности. Пока их дальнейшая судьба не ясна, но вполне вероятно, что они будут ценированы с сохранением собственного бренда ввиду его важности на локальных рынках российских регионов. Основная проблема же «Про-бизнес-банка» – наличие эффективных активов, из-за которых капитал банка принял отрицательное значение. По сообщениям Центрального банка России, на «Про-бизнес-банке» будет опробоваться новая схема ликвидации, при которой реализация обязательств банка по вкладам физических лиц будет продавать другому банку, который возьмет на себя все обязательства перед вкладчиками. АСВ, взамен возмещения средств потребителям, будет оказывать определенную финансовую помощь кредитной организации, покупающей эти активы. Наиболее вероятный вариант банки из ТОП-20 по активам в РФ. Зачем Народный банк Китая пошел на беспрецедентную девальвацию юаня? В действительности снижение юаня не такое уж и большое. Многие свободно конвертируемые валюты изменяются сильнее в течение одной недели. За примерами далеко ходить не надо. Если вы помните, в январе 2015 года швейцарский банк, вследствие решения банка Швейцарии отвязать национальную валюту от евро, укрепился ко всем мировым валютам на 20-25%. Что, кстати, и вызвало серьезные проблемы у многих международных форекс-брокеров. Тем более не стоит сравнивать данное решение Пекина с падением свободно конвертируемых валют сырьевых стран, где снижение за последние пару лет составляет двухзначные числа. Да и рыночные изменения хорошо расторгованных валют без влияния особо сильных внешних факторов могут меняться на 1-2% без каких-либо последствий. Полагаем, что это в определенной степени вынужденная мера, которая должна стать фактором поддержки внутренних производителей Китая. Также она может быть одним из первых шагов к свободной конвертации валюты страны для последующего включения в состав резервных валют МВФ. Ведь основные претензии к юаню со стороны международной организации – это отсутствие свободного ценообразования китайской валюты. Не исключаем, что это решение может стать началом раунда снижения китайской валюты по отношению к американскому доллару, направленного на стимулирование промышленного производства и улучшение торгового баланса страны. Для сырьевых активов эта новость нейтрально-позитивна, в долгосрочной перспективе дополнительное стимулирование экономики Китая может поддержать спрос как на энергоносители, так и ключевые промышленные металлы. Локальные же инвесторы опасаются дальнейшего замедления темпов роста китайского ВВП. К девальвации приступают только тогда, когда реальный сектор не может поддержать существующие темпы роста, а именно кардинальные методы либо уже исчерпаны, либо они эффективны. Как Вы прокомментируете рост недоверия к банковской системе, когда и за счет чего восстановится сберегательная активность населения? Полагаем, что здесь несколько основных факторов. Во-первых, нестабильность отечественной валюты, которая приводит к неэффективности инструментов сбережения с фиксированной процентной ставкой. Да и снижение ключевой процентной ставки не способствует увеличению популярности банковских вкладов. Также активно себя ведет Банк России. Буквально пару дней назад он, я уже об этом и говорил, отзывал лицензию у крупного банка, ProBusinessBank, и к тому же является санатором, что также не добавляет уверенности потребителям. В целом полагаем, что восстановление доверия к банковской системе возможно только в условиях стабильных инфляционных ожиданий, прогнозируемой денежно-кредитной политики Центрального банка, ну и соответственно стабильного курса рубля. Есть ли предпосылки для дальнейшего отскока рубля от отметки 65 рублей за американский доллар? Полагаем, что сейчас складываются неплохие предпосылки для такого движения, но все же в большей степени вероятность такого развития событий будет возможна только при условии существенного роста цен на нефть. Если черное золото скорректируется в районе 54-55 баррелей за баррель, то рубль может укрепиться до отметки 59-60 рублей за доллар. Такое развитие событий возможно при эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмене сделки по Ирану или более явного намека от Федеральной резервной системы США по поводу переноса раунда повышения процентных ставок на более поздний срок, например, на декабрь 2015 года. Но на сегодняшний день пока доллар дорожает. Какие инвесторы более всего ощущают на себе кризисное влияние – иностранные или местные? Или же кризис – это шанс для одних занять ниши, освобожденные другими? Активное управление инвестиционным портфелем предполагает готовность инвесторов к различного рода турбулентностям на финансовых рынках, так как во время них формируются новые возможности для приложения свободного капитала. В то же время при прочих равных инвесторам приходится быстрее реагировать на изменения внешних факторов, так как они могут быть фатальны для их текущих инвестиционных позиций. Кризис – это своего рода проверка того, насколько хорошо инвестор разбирается в мировой экономике, финансах, денежно-кредитной политике, ведущих мировых регуляторов, а также основных макроэкономических трендах. В большей степени текущий обвал национальной валюты – проблема для иностранных инвесторов, которые считают свою доходность в иностранной валюте, тогда как для внутренних инвесторов в такой ситуации очень важна структура собственных расходов, которая влияет на саму инфляцию, от которой, в свою очередь, и зависит норма прибыли, на которую инвестор будет рассчитывать при инвестировании. Какова, на Ваш взгляд, вероятность повторения во второй половине этого года прошлогодних событий с обвалом рубля? С точки зрения давления на российскую валюту, наиболее сложные месяцы во втором полугодии приходятся на сентябрь и декабрь, на последние в особенности, так как пик выплат по внешнему долгу здесь содействует с необходимостью погашения долларового годового репо. При этом для российской валюты сохраняются внешние негативные факторы – цены на нефть, близкие к локальным минимумам, а также санкции со стороны западных стран, из-за которых для российских компаний затруднивают доступ на внешние рынки и заимствования. В такой ситуации мы полагаем, что новый запуск аукционов годового репо должен позитивно сказаться на устойчивости рубля, так как это способ поддержки отечественной валюты. При прочих равных выглядит наименее болезнен для реального сектора экономики. В целом, Центральный банк пытается сейчас максимально стимулировать отечественную экономику, но и не допустить паники на валютном рынке. При текущих ценах на нефть дальнейшее снижение ключевой процентной ставки можно приостановить, но тут очень тонкий вопрос, конечно. И риск валютной паники во втором полугодии 2015 года мы оцениваем как низкий. По сообщениям одного из агентств, треть банков РФ не сможет выполнить норматив Центрального банка по кредитованию связанных сторон. В чем риски кредитования связанных сторон для банковской системы? Ключевой риск здесь – вероятность эффекта домино в случае дефолта одного из таких заемщиков с последующим дефолтом банка и перекидыванием проблем на другие финансовые производственные организации. Также предполагается, что за счет кредитования связанных структур может происходить вывод капитала из банка. Так что введение нового ограничения должно позитивно сказаться на качестве банковского сектора. Проблема распространена среди небольших региональных банков, которые часто создаются для обеспечения финансовых потребностей какого-то одного крупного промышленного холдинга. Так что введенные нормативы Н-25 может стать еще и одним ударом по мелким игрокам банковского сектора. Спасибо. Почти 25 тысяч военнослужащих Южного военного округа примут участие в выборах, которые пройдут 13 сентября. Как будет организовано их голосование на территории Ростовской области? Какие меры защиты избирательных прав у этой категории граждан применяются сегодня? И где военные могут получить всю необходимую информацию? Эти и другие вопросы обсудили накануне представители избирательной комиссии региона с командованием ЮВО. Все военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал округа на территории Ростовской области голосуют на общих избирательных участках. Ответственность за организационно-техническое обеспечение выборов возлагается на наши территориальные, то есть городские районы и участковые избирательные комиссии. Одной из особенностей предстоящих выборов является отмена на территории области института открепительных удостоверений, как это использовалось во время федеральных выборов, на региональных и местных выборах, а также введение вместо него института досрочного голосования. Напомним, 13 сентября жители Донского региона будут выбирать губернатора области. В этот же день также пройдут выборы депутатов городских дум в Ростове, Каменске, Шахтинском, Волгодонске, Донецке, Гуково, Зверево, Новочеркасске и Шахтах. На первом международном фестивале мотивационного кино Bridge of Arts заключены первые сделки. После первой же презентации сценариев продюсерам известный российский режиссер Сергей Багиров заключил предварительное соглашение о съемках сериала в Донской столице с местными сценаристами. Победители конкурсной программы тоже известны. Их огласили в рамках официального закрытия фестиваля. Это финал Bridge of Arts. Завершилась трехдневная программа фестиваля. Красные дорожки, презентации фильмов, автограф и фотосессии и, конечно же, кинопоказы. Именно они сыграли главную роль в этом празднике. Подарили ростовчанам мотивационное настроение. У многих людей разные эмоции. Некоторые выходят просто бурые впечатления, им очень нравится фильм, они радостные выходят. Некоторые выходят с подсомнением каким-то. Некоторые выходят задумчивые. Потому что фильмы мотивационные, они заставляют человека о чем-то задуматься. Но в основном людям многим нравится. Во время просмотра фильмов каждый задавался вопросом, какой фильм станет лучшим. Эксперты-волонтеры тоже выдвигали свои версии. Мне кажется, конечно же, на фильм «Вставай и бейся». Потому что большинство вообще билетов продается, как бы на него ходят. И даже у нас тут очередь с утра была за билетами именно на этот фильм. Мне кажется, он возьмет премию. А награды распределились следующим образом. Лучшая мужская роль – ансабль актеров итальянского фильма «Пока все хорошо». Лучшая женская роль – Бадема, фильм «Норжма». Лучшая режиссерская работа – Стефана Лоренци, фильм «Вставай и бейся». Лучшая музыка – Алексей Воробьев, «Вставай и бейся». И лучшим фильмом стал «Человек внутри меня». В рамках фестиваля «Бридж оф артс» прошел спортивный праздник. Активные выходные провели и жители области, и приглашенные спортсмены. За состязаниями наблюдали и наши корреспонденты. Фестиваль «Бридж оф артс» собрал на одной площадке спортсменов разных уровней – от новичков до профессионалов. В программе виды спорта еще мало знакомы для ростовчан, но каждый интересен и уникален. Ну, во-первых, потому что мы уже не первый год выступаем на каких-либо мероприятиях и сделали себе какое-никакое имя. Также это «Бридж оф артс» – это фестиваль искусств и спорта, а воркаут уже, в принципе, признан каким-то спортом, поэтому думаю, что он имеет место быть на этом фестивале. Разноплановость. В нашем виде спорта, назовем это так, мы даже называем его вид искусства. Почему? Потому что, кроме того, что у нас есть техника, мы двигаемся, прыгаем, акробатику, мы еще поем. Поем песни, играем на инструментах. Люди любят шоу, люди любят, когда кто-то что-то там делает, крутится, где-то там что-то перепрыгивает. Поэтому люди любят посмотреть что-то эффектное, грандиозное. То есть мы можем это предоставить, почему бы нам это не показать. Спортсмены становятся в очередь, чтобы сказать слова благодарности организаторам фестиваля. Для жителей Южной столицы сегодня праздник, а для ребят – уникальная возможность презентовать свое мастерство. «Очень интересный вид, мне нравится она. Были нормально, и грэпплинги, и бои, почти все виды спорта есть здесь, чтобы участвовали люди, занимались этим». «На самом деле, думаю, что очень полезно постречать людей из других стран, посмотреть, как они живут, как они говорят, и посмотреть на то, какие есть еще виды спорта, и как интересно в них, в принципе, участвовать. И люди, которые приезжают, они показывают это». «Очень интересно, захватывающе у нас, в Ростове это первый раз, и сложно с чем-либо сравнить, достаточно новое направление, скажем так, новый фестиваль, очень интересно, очень занимательно». «Когда ты приезжаешь на фестиваль, ты делишься опытом с людьми, люди делятся опытом с тобой, то есть ты получаешь какое-то общение, совместные тренировки, это все очень замечательно». На кону планирование второго фестиваля «Приджуфартс». Разбор плюсов и минусов, исправление ошибок и недостатков. Главная оценка празднику – мнение самих жителей Ростовской области. «Для молодежи это отличный повод для развития, а для более старшей категории это приятное времяпрепровождение». «Здесь очень много людей, очень много подростков, молодежи, все веселые, все очень с разнообразными интересами, куча родителей, которые радуются за своих детей, которые соревнуются, побеждают. В общем, это славный праздник, дай бог, чтобы он проходил как можно чаще, как можно шире». Активный отдых, зрелищные спортивные соревнования, серия творческих мастер-классов с участием звезд. По собранным отзывам фестивалю «Дорога в большое будущее». До встречи в 2015 году. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Более подробную информацию ищите на нашем портале rostoflife.ru. Я прощаюсь с вами и желаю только хороших вестей.